Девушки отдыхают Проехать на мероприемство не смогли молодые украинцы, что тем не менее не повплывало на затверженную программу. Наши корреспонденты наведали палаточный лагерь. Проехать на мероприемство, которое тут проводится, в складании вянков до помника загинувшим воинам-вызвалителям. У братской могиле останки 690 червона армейцев, за маль 10 тысяч, які загинули подчас боев на территории Луевского района. Увоголи до удзелу у палаточным лагеря рыхтовался як прымаючий бок беларусы, так и гости. Российскую федерацию в этом году представляют 100 человек – Збранской, Орловской и Курской областей. Дарайши кожны 8 из их у лагеря славянской дружбы у першиню. Идеи этого форума несли в себе в первую очередь дружбу народов, и поэтому то, что они едут сюда, это на самом деле большая честь для них представлять собственную страну. И плюс это возможность для коммуникации с братскими народами, с Республикой Беларусь. Всегда к нам ездили, конечно же, и Украина, но в этом году, к сожалению, ее с нами нет. Гэта напевно можно лечить символичным. Все лето международный лагерь славянской молодзи подшал работу у Дзень славян. Святое, которое затверджено после распада Советского Союза с мэтой захования шматвяковых исторических совязей. Его работа закончится на пяре до дня молодзи. Помеж ими – насыщенная и разностайная программа. Конкурсы песней и танцев, работа города Майстроу, выборы мисс и мистера «Дружба-2015». Организаторы запеунивают – сумовать часу не будет. И позитив такой, и музыка эта вся играющая, все такие радостные. То есть дружба действительно царит здесь. Сирот основных задач молодежного палаточного лагера – Узмацнение сябровских совязей, развитие лидерских якостей и организаторских вздольностей молодых людей, Популяризация национальных культур и удоскональование форм работы молодежных объединений. Дарыши, не глядячи на отсутность представников Украины, Стягг этой республики так само уздымается на флагштоку. Удельники мероприемства спадзяются, что в будущем представники трех славянских народов знов будут разом. Дарыши программа работы лагера – продуглеживая обовязковое проведение круглых столов по пытаниях организации дальнейшего молодежного супрацовництва. Плодотворное сотрудничество, и мы будем продолжать в этом ключе. И в том числе на этом мероприятии будет проведен круглый стол с участием представителей всей делегации, на котором будут достигнуты новые договоренности. Сегодня означается День работников прокуратуры. В Незалежной Беларуси это свято было установлено указом президента Республики Беларусь в 1998 году. А в 2007-м в Украине был принят новый закон о прокуратуре Республики Беларусь, который в особейшей лепшей традиции у всего исторического развития Беларусской прокуратуры вызначил роль и принципы ее функционования в существенном державном механизме, характер, основанный на прамке деятельности. Прокуратура – это, прежде всего, наглядные органы, которые в значной ступени выполняют координационную функцию в работе правоохранных структур и обеспечивают оборону правов и свобод граждан. Уважаемые ветераны и работники органов прокуратуры, поздравляю вас с 93-й годовщиной со дня создания органов прокуратуры Независимой Республики Беларусь. Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья действующим работникам прокуратуры. Желаю справедливых законных решений, смотреть с оптимизмом вперед и не сожалеть о тех решениях, которые вы принимаете, потому что всегда тем или иным образом они затрадивают интересы людей. Помните о людях и несите счастье в свой долг. С праздником! К ветке до мемориала «Вечный огонь» у Гомеля усклали удельники военно-гисторичной акции «Поездки. Мы памятаем, так починалась война». Меропроемство отбылось в рамках проекта «Мир деля життя», организованного Фондом захования историчной памяти и поддержки патриотичных инициатива у Российской Федерации. Что год, в конце шервения юные россияне, ветераны Великой Отшины и былые вязни фашистских концлагеров наведывают памятные мястины военных годов, размешанные на территории Беларуси. В этом году колька судельников больше 60 человек. Делегация уже наведала Могилевскую, Брестскую область и город-герой Минск. На Гомельшине – мемориалы Азарыцкого и Дитяшого Червонобережского концлагеров. В культурную программу вошло узнаемство с Ровенско-Слободским историком-мемориальным музеем «Память». А последний день знахожения гостей на Гомельской земле открыл расистый митинг для вечного огня. Феринное молчание – удельники акции ушановали память загинувшей в годы Великой Отшины войны и усклали кветки до мемориала. На переде – наведывание Гомельского областного музея военной славы и жемчужины нашего края – Палацево-паркового ансамбля. Я считаю, что это самая эффективная форма. Мы рассматриваем это как выездные уроки истории. Можно много смотреть фильмов, и фильмы важны, и книги важны. Но молодежь сейчас нескольная, она хочет увидеть реальную картину происходящего. Хатынь, трагедия, Азаричи, Красный берег. Вчера двое ребят упало в обморок. Понимаете, от переживания. И поэтому я считаю, что такого рода поездки, выездные уроки истории, они очень важны. Конечно, в идеале хотелось бы всех детей провести. Новый формат сносинов с пассажирами распроцовала белорусская чугунка и провела акцию «Один и день пассажира». 25 февраля любой жадающий мог прийти на чугуночный вокзал областного центра и задать пытание, какое его циковать работникам транспортного предприемства. Сейчас по белорусской чугунце курсирует больше 460 пар тягников региональных и 45 межрегиональных линий эконом-класса. Каля 30 тягников связывают республику с иншими краинами. Транспортными послугами корыстается литерально кожный жахар Беларуси. Отповедные пытания удаст специалистов транспортного предприемства Хапае. Соротное больше популярных – одновление былых линий руху тягников, а житявление ильготных проездов, умовы проезда Украины близкого замежа, у приватности до морских городов. По выниках проведения одного дня пассажира будет проведен анализ поступивших с воротов. Наступным днем проведения акции обрана 24-го вероятеля. В выставочной зале вежи палаца Румянцевых и Паскевича отбылась презентация мастацко-аддукационного проекта, присвеченного памяти майстрову и оленческого мастацтва, чья творчество так и иначе была связана с Гомельшиной. Тут открылась мемориальная зала, которая будет транслировать творчество Минавитавиадома к действию мастацтва региону. Открытие выставы живопису с фонда у музея Гомельского палацево-паркового ансамбля «Родный край навек любимый» по сутности – первая экспозиция мастацко-аддукационного проекта, присвеченного памяти талиновитых майстров, выявленческого мастацтва Гомельщины. Выстава отрималась хоть и невеликая, но в фильме выразной и глубокой по своей концептуальной задумке. Она объединяла живописные работы в жанре пейзажу, написанные талиновитыми белорусскими мастаками, которые так иначе были связаны с Гомельским краем. Это получение природы и бачение этих мастаков, которые работали тут, может, и 10, и 15 лет. Экспозиция будет меняться, как я понимаю, а лишь вот эта зала, специально отведенная у палацы Миновита, для такого рода выставок – это очень интересная. Думка про то, чтобы открыть у Гомеля мемориальную залу, которая будет транслировать творчость Миновита вядомых, действующего мастацтва Гомельщины, зародилась приблизно год тому. Ее идейным натхняльником и распроцовщиком стал вядомый белорусский литератор Изяслав Котляров. До речи, на протягу 20-ти годов он являлся керавником картинной галереи у Светлогорска. И про богатую творчую спадщину белорусских майстров, выявленческого мастацтва Изяслав Рыгорович в идее «Непачутках». Тому, так как тыл намкнется, я ей не разгубить и заховать. Очень многие картины, ради которых жили и творили эти гомельские художники, остались бесприятными. Они либо у родственников, которые не знают, что с ними делать, либо вообще попали в случайные руки. И вот это пространство зала небольшого, пространство их посмертной новой жизни. Изяслав Котляров признается, реализовать проект ему удалось, отзякаючи суместной праце с гомельским Аблваканкамом и Палацево-Парковым ансамблем. Зараз тут можно убачить картины Виталя Цверко, Георгия Низкага, Гауреила Вашченки, Акима Шаученки, Владимира Казаченки и многих инших выдатных авторов. Символично, что первым подарунком мемориальной зале стала картина Гауреила Вашченки «Сон уколядную ночь». На ее адлюстрованы анелы, які заховывают сон мастака. Организаторы проекта выполнены. Под такой же аховой, дякуючи необыяковым домостатства людям, тут будут знаходиться працы гомельских майстров. Вероника Варашлина, Сергей Нігеревич, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель». На этом выпуске завершено. Студия працавала Маргарита Шубукова. Всего доброго и до встречи в эфире.